Всем привет, с вами Настолкомания, Никита Старцев, в гостях у нас Дмитрий. Сегодня мы будем вам рассказывать про Тоху, особенности фракции. Дима, начинай. Я считаю, что Тоха это самый лучший вариант для новичка, потому что они прощают большое количество ошибок за счет своих уникальных механик. Триады, Symbion Armor, Symbion May, большое количество вирального оружия, К1, и они местами дешевые. Тот же ТО-инфильтратор стоит порядка 30 очков специалистов. Ну, обо всем по порядку, начнем с триады. Почти вся армия может в линк, в данный линк, в триаду. Триады это линк из трех моделей, который получает бонус плюс один к стрельбе. Основная фишка триад в том, что триад может быть бесконечное количество, в секторе линк может быть всего один. Ну, большинство, если не считать стальную фаланду, например, в Тохе, триад может быть сколько угодно. И самое главное заключается в том, что разные юниты могут в триаду. То есть можно взять двух, например, дешевых парней и взять с ним крутого битка, который будет бегать и за счет них просто получать доп-куб на атаки и нарезать. Ну, помимо того, что нарезать, вот эти вот дешевые парни могут с тем же огнеметом ему фланг прикрывать. Или они могут нести дымы. Они же могут быть специалистами. В общем, собственно, триады это хорошо. Какие еще особенности? Как говорили уже, симбионт армор. Чаще всего это плюс одна, может быть плюс несколько дополнительных вунд. И еще, возможно, дополнительные способности. Если мы рассмотрим Коммандос, то он дополнительно дает мимитизм. Где-то там еще дополнительно дает армор. Единственная проблема симбион армора, то что она достаточно плохо переносит огонь, воздействие огня. То есть сгорает. Дальше идем к мейтам. Это модели, которые могут брать только носители симбион армора. Да, такие маленькие динозаврики. Покитоха. Покитохи. Они, по сути, в какой-то степени это плюс одна неполноценная вунда. Они могут забрать всю стрельбу, которую вы впитали. Вышел ваш тишпех, получил там 10 аро. Все в него попадает. Без критов. Криты проходят. Вы берете, убираете мейта и в кого хотите дальше вливаете. Ну, это полноценная вунда. Это даже лучше, чем полноценная вунда, потому что она может отменить много попаданий за раз. Ну, единственное, что один раз всего. Если вас убили, сняли симбион армор критом, то мейт также уходит. То есть вы были с симбион армором мейтом, остались в своей родной вунде и потеряли и симбион армор, и мейтом. Есть замечательный снайпер в положении саппер, который деплоится. У него есть MSV-1, веральная винтовка снайперская. Вы можете ему дать симбион мейта. И он будет вообще создавать неприятности. Когда мы берем мейта, мы дополнительно, ну как, даже скорее забесплатно получаем чока. 21 очко, 05 СВЦ. То есть вообще приятно. Берутся два мейта и еще чок в придачу, который также может в триаду. По-моему, очень даже неплохо. Ну, чок это чейнов команд. Чейнов команд. Да, это тот парень, который будет замещать лейтенанта после гибели лейтенанта, если вдруг такая неприятность у вас случится. Ну, то есть это небесполезный специалист, который сможет вам заодно и дает симбиом мейтов. В этом еще и плюс для новичков, потому что они иногда по глупости свои, ну или не досмотрели где-то, теряют сразу же лейтенантов. Или модели, которые выходят неаккуратно, получают вунду. А вот тут они могут как-то это подучиться, компенсировать свои, не знаю, знания в тактике. Есть модели с голопроектором второго уровня, тоже вполне себе парень. Он, опять же, несет симбиом армор и может получить того же мейта. По-моему, даже неплохо. Давай к оружию. К оружию? Ну, самое основное это виральное оружие. Они либо травят, либо всех армора решают. К1, виральное, это вот просто вот как грязи. Ну, главная особенность, соответственно, вирального оружия в том, что оно бьет по БТС. Вот всякие фракции, которые в основном зависят от высокого армора, это в частности Ариадна, да, там все в бронежилетах бегают. Они от этого страдают очень сильно, потому что БТС у них обычно там нулевой. Ну, вообще, модели с высоким БТС не так, чтобы найти очень часто. За исключением тех же Маратов, которые именно вот бьются с Тохой. Там есть отдельные юниты, которые, у них даже в байке прописано, что они именно этим и занимаются, выпиливанием Тоха. А вот это шурья-то, сурья-то, как кому-то приятнее звучит. И, соответственно, вот К1 Райфл, ее особенность в том, что она полностью игнорирует армор, который есть у модели. То есть они бьют либо по БТСу, который, ну, мало у кого есть, либо по армору, который они игнорируют. То есть, например, ваши таги там в каком-нибудь восьмом арморе вдруг неожиданно оказываются в нулевом арморе. Тоже очень сильно неприятно. Запишем еще несколько роликов. Расскажем про коробку на 300, которая, скорее всего, на данный момент, когда выйдет этот ролик, будет лучшей из всех коробок на 300. Вот, по моему мнению. Ну, у нас уже есть анбоксинг этой коробки. Соответственно, следующий ролик будет о том, как собрать свой ростер. А на сегодня у нас все. С вами был Дима. И Никита. Да, на Столкомания. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. И все вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok